Дайджест недвижимости Дайджест недвижимости Новая программа расселения из аварийного жилья может заработать в 2019 году Об этом сообщил председатель наблюдательного совета фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин По его словам, разработать программу планируется в ближайшие несколько месяцев А утвердить до конца этого года Чиновники настаивают, что механизмы расселения должны действовать постоянно Чтобы не было необходимости запускать их заново раз в несколько лет Сейчас в России завершается первый этап расселения жителей ветхих домов Которые были признаны аварийными до 2012 года За несколько лет новое жилье получили около 700 тысяч человек При этом за время действия первого этапа проекта В негодность пришло огромное количество жилья по всей стране По оценкам экспертов, сейчас в России насчитывается более 11 миллионов квадратных метров аварийного жилья Остро нуждающегося в расселении Госпрограмма может стоить федеральному бюджету от 22 до 25 миллиардов рублей В региональных бюджетах также необходимо будет предусмотреть средства на софинансирование программы расселения Дайджест недвижимости Кировские дольщики готовят очередную публичную акцию Об этом пишет одна из активистов Татьяна Широкова Мероприятие запланировано на 4 марта Точное время и место его проведения обещают сообщить дополнительно Между тем в минувшую пятницу вступили в силу новые правила По которым граждан будут признавать пострадавшими от действий застройщиков Отныне на это требуется меньше времени Участника долевого строительства могут признать пострадавшим Если работы на объекте не ведутся 6 месяцев подряд Ранее этот срок составлял 9 месяцев Отклонение возведенного дома от проектной документации Отныне не препятствует включению граждан в реестр обманутых дольщиков Также в реестр попадают дольщики объекта, застрахованного в компании Против которой введена одна из процедур в деле о банкротстве Ранее такая возможность отсутствовала На этом все, в студии работала Анна Лапшина Дайджест недвижимости